Эту тему обсудим далее. С нами на связи Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист. Приветствуем вас в эфире. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Александр Владимирович, давайте с вами вместе попробуем оценить вот это решение Соединенных Штатов Америки, да, объявить опять-таки санкции в отношении тех лиц, которые помогали обходить России санкционные давления. Да, вот что стоит за этим процессом, да, по сути сужение вот дальнейшего того горлышка, который сейчас позволяет России получать необходимое, да, даже пребывая под этим санкционным давлением. Давайте надеяться, что на этот раз санкции будут уже больно бить по компаниям, по людям, которые организовывают обход санкций. В этот раз, вот я даже удивился количеству компаний и физических лиц, а также стран, которые охватывают эти санкции. Наконец-то под санкции попадут индийские компании. Они очень активно принимают участие в реэкспорте запрещенной европейской и американской продукции для Раши. Смотрите, на этот раз это уже не предупреждение. Объявлено о том, что активы вот этих 400 компаний и физических лиц в юрисдикции Соединенных Штатов будут заморожены сразу после момента введения санкций. Среди компаний есть и большие, которые имеют активы в Штатах. Дальше было объявлено, что и денежные средства в долларах тоже будут заморожены. Далее, американским компаниям, а я уверен, что не только американским, но и всем европейским компаниям, так скажем, тем компаниям, которые хотят дружить с Соединенными Штатами, запрещено поддерживать любые деловые и иные связи с этими физическими лицами и компаниями. И речь идет не только об радиоэлектронике, чипах, но и технологиях и оборудованиях, которые позволяют Раше реализовывать такие передовые технологии в газо- и нефтедобыче. Это очень важно, это ослабит потенциал энергетического комплекса и экспорта нефти и газа в Европу и не только. Ну вот, как бы у меня даже настроение поднялось, потому что и на вашем канале я в основном критиковал за непоследовательность, рекомендательный характер санкций, отсутствие наказаний. Сейчас, но более-менее, не полностью, конечно, но я увидел действительное желание бороться с параллельным импортом в Рашу запрещенной продукции, которая усиливает военно-промышленный и энергетический комплекс этой страны. Ну вот, тем не менее, 400 компаний, также 400 персоналей всего, 400, это достаточно внушительная цифра. Где их нашли и на каких, собственно говоря, условиях это все происходило? Но ведь явно у них была какая-то выгода. Американцы посылали очень много делегаций своих в разные страны, практически во все страны, где их разведка, в том числе и коммерческая разведка, установила обход санкций. Это, прежде всего, Китай, Турция, Индия, ну и другие страны, всего 17 стран. И, конечно, Раша, да? Там оказалась даже Швейцария, даже Швейцария, и она участвовала в обходе санкций. Ну вот, я ожидаю, что по швейцарским компаниям будет нанесен очень болезненный удар, и это охладит, знаете, страсть вот этих компаний к сверхприбылям. Действительно, все транзакции с Рашей гарантируют даже респектабельным компаниям сверхприбыль. Вот за это они должны сейчас поплатиться. И там 100% есть американские активы в американской юрисдикции, и, конечно, доллары, и заморозка их, ну, очень больно ударит по этим компаниям. Кроме того, эти санкции тоже, по моим оценкам, впервые привели к тому, что сразу три министерства участвуют в этих санкциях. Это Министерство торговли, Госдеп, ну и традиционно Министерство финансов. Раньше в основном Министерство финансов занималось санкциями, но у них не такие длинные руки для того, чтобы отслеживать торговые операции, вскрывать политические цепочки, а там такие были, которые позволяют обходить санкции. И есть надежда, да, что это вот больно ударит по Раше, по военно-промышленному и энергетическому комплексу Раше. Владимир Ильич, вы вспомнили и Индию, да, давайте вот об этом поговорить, поскольку это касается, ну, по сути, не только этой страны, да, но и тех, кто, в принципе, так или иначе далее, по сути, сотрудничая с Российской Федерацией, выступает ее союзником, да, в войне против нашего государства. Банки Индии опасаются участвовать в торговых сделках с Российской Федерацией. Об этом сообщил посол России в Нью-Дели Денис Алипов. На это повлияло ужесточение американских финансовых ограничений. Стоит напомнить, что от работы с Российской Федерацией ранее стали массово отказываться и банки Китая, Турции и других так называемых, в кавычках, дружественных России стран. Теперь же это ударило и по операциям с еще одним крупным торговым партнером Кремля. В частности, индийские кредитные организации, которые имеют связи с Соединенными Штатами Америки, обеспокоены вторичными американскими санкциями. Ну, точнее, что Индия стала вторым крупнейшим торговым партнером России после начала полномасштабной войны против Украины и вторым покупателем по объемам российской нефти после Китая, отмечает издание The Moscow Times. Александр Владимирович, стоит в этом также усматривать тот определенный подход, который, ну, может додавить, да, вот, те лазейки при закрытии, которыми так или иначе до сих пор пользуются страны, которые покупают ресурсы у Российской Федерации? Покупают, конечно, и обогащают Российскую Федерацию, но вот здесь, когда мы смотрим на ситуацию глобально, то я могу заверить, что покупка сырой нефти Индии особенно, по сути, выгодна даже Украине. Почему? Потому что Индия добивается самых больших дисконтов, транспортные затраты российских операторов очень большие при доставке грузов в Индию. Более того, Индия платит Раше не долларами, не юанями, а индийскими рупиями, которые очень тяжело монетизировать с целью закупки оружия и даже возвращения денег в Рашу. То есть это замедляет оборот денежный, ведет к большим потерям при продаже нефти в Индию. И Индия забирает бизнес у Раши. Она эту нефть превращает в нефтепродукты, а потом экспортирует. Поэтому у меня вот этот аспект деятельности индийских компаний не вызывает опасений. Там проблема была в другом, что через Индию шли транзитом товары двойного назначения. И индийские компании не боялись этого. Индийские банки не боялись до сегодняшнего дня, вернее вчерашнего, когда они узнали про эти санкции, они начали срочно отказываться от платежей в Российскую Федерацию. То, что делал Китай уже на протяжении трех месяцев. Ну посмотрим, к чему это приведет. Но я прогнозирую, что товарооборот с Индией начнет тоже падать. С Китаем он уже падает. Он уже падает в последние месяцы. И мне кажется, это еще ответ Соединенных Штатов на вот этот пафосный БРИКС-саммит, который был проведен в Казани. Там же они уже разошлись так, что начали угрожать западной цивилизации, начали делать заявления, которые несовместимы с практикой международных отношений. И это касалось не только, допустим, Раши, но и других стран. И поэтому мне кажется, что этот список подсанкционных стран был расширен. И основной удар был нанесен вот именно по Китаю, Турции и Индии. Не по ним, а по компаниям. Еще я хотел бы сказать, когда мы говорим индийские компании, не нужно, знаете, экстраполировать это на правительство Индии, на премьер-министра. Индия очень децентрализованная страна. И Дели не имеет тотального контроля над компаниями. Не имеет. Просто кто бывал в Индии, тот знает. Там десятки тысяч, сотни тысяч компаний, финансовых учреждений. Но вот это шорох, который навели Соединенные Штаты, что будут наказывать наконец-то. Это может быть, как сарафанное радио, охладить пыл индийских бизнесменов, которые помогают обходить санкции. Китайцы это уже поняли. Вот теперь череда за Индией. И очень важно, что не обошли своим вниманием и западные страны, Швейцарию в том числе, американцы. Это тоже очень важно. На самом деле, если бы Евросоюз и Штаты навели порядок с экспортерами товаров двойного назначения и товаров для энергетики Раши, то проблема могла бы быть решена намного более эффективно. А так приходится доставать партнеров в кавычках, которые просто прокладки. Как правило, это компании, которые создаются в той же Индии, в Турции, в Китае, гражданами Раши или компаниями Раши, или через офшоры, ну конечными бенефициарами выступают именно российские предприниматели, а за ними торчат уши ФСБ, вот милитаризированных и других организаций, которые уполномочены вести параллельный импорт. Это незаконный импорт, так скажем. Вы упомянули о том, что это могло быть, вот это введение санкций, ответ он на БРИКС. В принципе, уже называют историческим этот пакет, достаточно он большой. Ну и опять же, в преддверии фактически выбора в Соединенных Штатах Америки он объявлен. За этими выборами следит сейчас весь мир. Это тоже сейчас какие-то могут быть взаимосвязанные понятия? Ну действительно, мы, конечно, критикуем американскую администрацию за нерешительность в разрешении бить по военным целям на территории Раши, нерешительность в отделении нам далекобойного орудия, то есть ракет. Ну и поэтому все-таки Байден хочет остаться в памяти, в истории, как человек, который действительно боролся с этим монстром. И ему осталось до 20 января принимать решение. И вот так же, как он утвердил порядка 8 миллиардов долларов военный пакет, который мы должны получить, ну где-то до 20 января, или по крайней мере эта продукция должна быть на военных складах Европы. Также Байден хочет принять еще больше и больше санкций, чтобы его политика в случае проигрыша Камалы Гаррис могла действовать даже при президенте Трампе, если он, допустим, решится ослабить санкции. То есть началась уже такая стратегическая борьба между демократами и республиканцами за пределами 20 января. Я думаю, это не последний пакет американских санкций. Мы еще увидим напоследок, может быть, даже еще более мощный пакет. Как по мне, пока не ударили американцы по банковской системе, по ключевым банкам Российской Федерации в этом проблема. Пока Европа все еще разрешает экспорт жиженного газа в Европу, этим пользуются российские компании. Но еще есть чем заниматься. И вот меня наталкивает на мысль, что это не только, знаете, экономическая мера, военная, но и политическая. Потому что Госдепартамент участвует. Без прецедента много санкций предложил и Госдеп Соединенных Штатов. А там мы имеем очень большого друга Украины, выходца, его предки из Киева, Блинкина. И он тоже хочет помочь своей стране, там, где жили его предки. Но все-таки закончить эту войну как можно быстрее на достойных условиях. Александр Владимирович, спасибо вам большое за то, что присоединились за этот анализ в эфире телеканала Freedom. Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса и банкир-экономист, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok